Транспорт Верхневолжья 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 Новые рабочие места и достойная зарплата вызвали интерес даже у жителей других регионов. Автобусы стали ходить по четкому расписанию, были созданы комфортные условия для всех групп населения, обеспечен льготный проезд. Сформированы современные и удобные способы оплаты проезда. С помощью бесконтактной банковской карты. Стоимость разовой поездки по городу составляет 25 рублей. Выпущена транспортная карта «Волга» с возможностью экономии до 30% стоимости проезда. Для льготных категорий действует социальная карта жителя Тверской области. Для учащихся есть школьная транспортная карта. Также можно оплатить проезд с помощью мобильного приложения «Волга». Оплата производится через QR-код, размещенный в салоне автобусов. Создано и запущено в работу мобильное приложение «Волга». В нем пассажиры могут оплачивать проезд, оформлять абонемент, пополнять баланс транспортной карты, отслеживать автобусы на карте в режиме онлайн, проложить наиболее удобный и быстрый путь. В планах на 2021 год внедрение новой модели перевозок в крупных муниципальных образованиях Тверской области. В первую очередь это Ржев, Старица и Кимры. В дальнейшем вся Тверская область будет обеспечена современными и безопасными автобусами, и жители региона получат цивилизованный общественный транспорт. Что касается Твери, то на ее примере можно сказать, проект «Транспорт Верхневолжья» стартовал успешно. За 7 месяцев работы автобусы «Транспорт Верхневолжья» перевезли 22 миллиона пассажиров в Твери и Калининском районе области. Следующий этап реализации концепции развития общественного транспорта – возрождение Тверского трамвая. Вновь начнут свою работу наиболее востребованные маршруты номер 5 и номер 11. Пассажиропоток по предварительным оценкам составит 7,5 миллионов поездок в год. Еще одно нововведение, которое планируется реализовать – запуск электробусов. Общественный транспорт в Тверской области развивается и стремится к новым целям и вершинам. Субтитры создавал DimaTorzok